По поводу Патрушева, ты говоришь, кому он интересен. Ну, судя по всему, Путин, он продолжает быть интересен, потому что российские некоторые телеграм-каналы, которые типа инсайды пишут, вот они написали о том, что Путин отмечал Новый год не как он планировал изначально в Сочи в резиденции, а в бункере, где-то там за Уралией, потому что все-таки страшно, вдруг что-то долетит, чтобы подальше компании Кабаевой, которая лично ему торт готовила, в компании Патрушева и Ковальчука. И, мол, стало ему плохо после часа ночи, он пошел к себе. В такой компании отмечать любому бы стало плохо. Слушай, и мне стало бы плохо, и тебе стало бы плохо. Так, а может, это она в торт что-то не то ему положила, скажи? Может, она украинская шпионка? Чисто, чисто. Я, кстати, ее папу видел несколько раз на поле. Он футболист был. Знаешь, папа Кабаева, футболист? Марат Кабаев. Да. В какой же он команде? В Пахтакоре, по-моему, играл в 80-е годы. Да, футболист. Приезжали играть в Киев, а я же не пропускал ни одного матча. Мы вернемся к Новому году. Я свои пять копеек вставлю, если позволишь, конечно. Давай десять. Десять. Десять – это много. Не торгуйся. Хватит мне делать замечания. Хочу – торгуюсь, хочу – вставляю. Как хочу, так и делаю. Не сбивайся с мысли, давай дальше. Моя мысль течет очень плавно и четко. Смотри, мы вернемся к бункеру. Я не верю, кстати, что Путин справлял Новый год в бункере. Он совсем с ума сошел, что ли? Я думаю, что он справлял Новый год, как люди справляют. Я тебе скажу, что благодаря этому крысиному бункерному существу люди как раз исправляли в подвалах и в кладовках и кто где. У нас, да. Да, конечно. Ты обещал рассказать про бункер. Да, то ты меня спросила про бункер. Смотри, я не верю, что Путин встречал Новый год в бункере. Я не верю в это. Не верю, не верю. Я думаю, что он встречал в нормальном каком-то заведении. Что сообщают? В каком заведении? Чтобы жопу прострелили, как Рогозину? Не, ну, встречаю. Слушай, в Москве же не везде можно прострелить жопу. Чайни Донецк. Вот. То, что была Кабаева, может, и была. Ковальчук, ты говоришь, да, Патрушин. Ну, прекрасная компания. Что дальше? Что пишут? Что торт она ему сделала, ему стало плохо? Ну, причинно-следственную такую там не пишут, связь, но не исключено. Ну, что, плохо стало ему, да? И что? Медики приехали. Но никто из-за стола не встал, все остались праздновать. Кабаева продолжала развлекать, а он, типа, медики с ним были. Ну, и что, выжил он, да? А я уже футболку надел, есть хорошая новость. Нет, надо писать, есть плохая новость, он выжил. Ну, смотри, ладно, мы сейчас, раз уж начали эту тему обсуждать, что еще пишут их телеграм-каналы, давай дальше посмеемся. что Ковальчук приволок Путину нового старца, сейчас скажу, я себе даже записала, как его зовут, Евлампий, потому что шаманы уже не действуют, все то, что они там ему на шамане или не сбывается, он их там то ли расстрелял, ну, короче, пропали эти шаманы. Олеся, кто же не знает старика Евлампия? Старика Евлампия знает всякий. Я впервые сталкиваюсь с ним, а у тебя виднее, конечно, может, ты знаком с этим представителем шоу-бизнеса. Так вот, вроде бы... А ты знаешь, что его назвали Евлампией? Ну. У его родителей была европейская лампа. С мародерей или в Украине? Ну, да, или в Европе. Европейская лампа, они сокращены, они ее любили очень, эту лампу, и сокращенно назвали мальца Евлампией. Ну-ну. Как будто бы этот Евлампий провел 6 января с Путиным секретный... Извините, но это уже смешно. Евлампий, я не могу, это так смешно. Ну, подожди, ты дослушай до конца, а тут еще смешнее. Я не могу уже дослушать до конца. обряд этот был с применением колющей, режущих предметов. Поэтому вместе с Путиным и этим Евлампием, стариком, были еще 3 ФСОшника, потому что они наблюдали, чтобы он, не дай бог, там не поколол и не порезал этого... Того, кто ты говоришь, была бы хорошая новость. Вот. А потом, после этого, они закрылись уже вдвоем без этих предметов, и этот Евлампий ему что-то там нашептал по поводу дальнейших прогнозов. Ну, типа, обряд они делали, чтобы у Путина здоровье улучшилось, и в войне успехи его преследовали, потому что, понятно, уже всем, что сплошное поражение и везде. Ему надо пригласить еще старика Ебукентия Путина. Может, поможет лучше, чем Евлампий, кто знает. Так это ты имеешь в виду, чтобы Кабаева его затребовала, потому что он же, наверное, по другой части, судя по названию. Ебукентий? Ну да, это для других, наверное, Он по части Евлампия. Меня, конечно, очень умиляет, когда взрослые люди верят во всякую хрень. У них там, судя по всему, они помешанные. Вообще, это предмет особого изучения, как высшее руководство страны, которая долгое время называла себя великой, помешана на потусторонних вещах, на старцах, на Афоне, на чем там они еще помешаны. Слушай, в Киево-Печерской лавре до недавнего времени был один старец, это мне рассказывали знакомые, он принимал страждущих в гробу. По-моему, его зовут отец Зосима. Мне так кажется, боюсь ошибиться. Зосима – это тот, кто был старцем личным у Януковича. Значит, другой. Тот Зосима, который умер и который благословил его из гроба. Да, Ручка ему была. Это очень смешно. Расскажи историю, расскажи, может кто-то не знает. Расскажи ты, нам рассказывал один президент эту историю, не будем уточнять фамилию. Расскажи, это очень смешно. А я не помню, что-то вот там было. Короче, Янукович перед выборами вторыми десятого года, пришел на похороны старца Зосимы, его какого-то там большого наставника. И воодушевленный вернулся и всем своим соратникам рассказал, что старец его благословил на президентство. Тебе говорят, как? Говорит, он рукой мне махнул из гроба. Из гроба, да. Причем он не махнул и сказал, а то ли перекрестил его. Они говорят, как из гроба? Ну конечно, типа вы что придурки. Как такие шизики, такие как Янукович, как Путин, Шойгу, они же там жертвоприношения в гаражах делают Путин с Шойгу какими-то баранами, шаманами. Как такие шизики механизм попадает в высшую власть? Поразительно, во все верят. Они, видно, так грешат, что им хочется верить в потусторонние силы. В Киево-Печерской Лавре какой-то старец был, он принимал страждущих, лежа в гробу. То есть человек заходит, а старец лежит в гробу и осеняет знамением и рассказывает, как избавиться от болезней. Но ритуал крутой, я тебе скажу. А сколько стоит? А не знаю, не спрашивал. Но само по себе впечатляет, ты заходишь в келью, чувак в гробу лежит, разговаривает с тобой оттуда из гроба. А люди верят. Смешно.